МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня у нас в студии Герасименко Евгений Викторович, активист Общенародного фронта по Омской области. Да, правильно? Общероссийского народного фронта по Омской области, ОНФ. Человек, который курирует проект, как он называется точно? Проект «Генеральная уборка» и «Интерактивная карта свалок». Да. Давайте посмотрим ноу-хау. Это уникальные съемки. Квадрокоптер впервые использован на территории нашей Омской области в таких целях. Давайте посмотрим. Это на уха у Омского отделения Народного фронта России. Мусорную свалку, расположенную со множеством нарушений норм и правил в Азовском районе, снимают с помощью летающего видеоаппарата, квадрокоптера. Здесь наглядно видны размеры объекта, все нарушения, которые могли скрыть от посторонних глаз, если бы не было этого аппарата. Евгений Викторович, вот можно прокомментировать картинку? Вот что здесь, какие нарушения? Конечно, она красивая такая, объемная, это впервые так используется. Не понимаю, почему соответствующие наши ведомства редко это занимаются. Вот всю картину можно увидеть, понимаете? Стоя на краю этой свалки, можно любую историю рассказать, так сказать, тем, кто за это отвечает и скрыть все, что угодно. А когда вот эта картинка объемная сверху, все видно, все нарушения. Ну, в первую очередь, хотелось бы отметить, что единственное, что администрация Азовского района сделала, да и, в принципе, проблема-то не только в Азовском районе. Нет, конечно, это, я думаю, самоцивилизованный еще район. Да. То есть, единственное, что они сделали, это вывели участок земли под земли промышленности. На этой свалке нет никакого ограждения. То есть, отходы, абсолютно все, что можно себе представить, сваливаются прямо на плодородный слой почвы. Свалка не ограждена. На свалке нет никаких гидроизоляционных материалов под ней. То есть, граничит этот участок непосредственно с пашней. Там, где проходит посевная уборочная, где собирают урожай, да, и потом делают из него хлеб. В двух шагах. В двух шагах, буквально. Мне такой хлеб кушать не хочется. Ну, это понятно. Но администрация Азова, наверняка, вам, наверное, объяснила или сказала, денег нет. Так, если денег нет, нужно эту проблему не замалчивать. Ее нужно поднимать. Поднимать с низов, подавать выше. Для того, чтобы деньги выделялись. Для того, чтобы площадка хотя бы минимально соответствовала каким-то нормам и требованиям. Потому что требования-то возникли не вчера. Закон об утилизации твердых коммунальных отходов, да, с 90-го года существует. Нормативный документ, инструкция по проектированию и эксплуатации полигонов и площадок для накопления отходов существует с 96-го года. Представляете, 21 год прошел, а ничего не изменилось. Проблемой никто никак не занимался. Евгений Викторович, ну, вам вот что, я вот не знаю, как это все происходит, но я понять для себя не могу. Почему Народный фронт, вот сейчас вы проводите акцию, вы наверняка, я уверен, добьетесь какого-то результата, а почему соответствующие природоохранные ведомства, проверяющие, надзорные и так далее, вот этой ситуации не видят? Ну, по вот этой свалке, по Азову мы получили... Ну, хотя бы по ней, да. Два совершенно разных ответа, один получили от Министерства природных ресурсов, подписанный губернатором Виктором Ивановичем Назаровым, о том, что в ходе рейда Минприроды эту свалку не обнаружило. Хотя есть соответствующее судебное решение, суд обязал эту свалку ликвидировать, Росприроднадзор обязал администрацию тоже привести эту свалку в надлежащий вид, хотя бы для того, чтобы продолжить пока накапливать там отходы до строительства межмуниципального центра. Губернаторская власть сейчас вот программу смотрит, я думаю, что сейчас там будет наведен порядок и соответствующее министерство получит, как бы за то, что вам такой ответ дало, я так понимаю. Очень надеюсь на это. Да. А второй ответ? А второй ответ был от Росприроднадзора, он у меня здесь с собой, и это и ответ, и обращение к прокурору Таврического округа и Азовского округа, там свалки было две, для того, чтобы принудить администрацию и Министерство строительства и ЖКХ хотя бы начать проектировать, хотя бы начать проект по рекультивации этой земли, по приведению этой свалки, этого маленького полигона в надлежащий вид. Ясно, но, скажем так, это у вас начало только работы, квадрокоптер, это все хорошо, это великолепно, но на ваш взгляд, сколько подобных свалок на территории Омской области? На территории Омской области объектов размещения отходов, которые внесены в государственный реестр объектов размещения сокращенно ГРО-РО, находится около 140, но вот таких вот незаконных свалок, незаконных полигонов порядка 900. И? Вот как вы можете физически, если многие структуры властные не замечают, многие силовые структуры, природоохранные, как вы физически сможете, это вам надо с этим квадрокоптером день и ночь? Ну, не только в квадрокоптере дело заключается, то есть мы должны выявить эту проблему, показать, что она есть, попытаться донести до властей, что проблему не стоит замалчивать, проблему нужно решать. Конечно, все вот эти 900 свалок не закрыть ежесекундно. Физически. Вот. Хотя бы нужно сделать шаги для прекращения загрязнения почвы, плодородного слоя, для прекращения нанесения вреда окружающей среде до того момента, когда у нас будут действующие лицензированные полигоны, где будут складироваться эти отходы. Ну, Омская область, это, конечно, хорошо, что вы взялись за эту проблему. Ну, теперь мы перейдем к самым главным, к Омску. Когда летать здесь будем? У нас миллионный город заброшен, понимаете? Да, территория Омской области, это, да, это большое значение, и, значит, райцентры, все это, это надо тоже заниматься, но у нас головной город-миллионник. Вы знаете, я еще в 2013 году обращался в Министерство природных ресурсов с предложением... Российской Федерации? Омской области. Омской области. Омской области. Ну, тогда еще в ведении города было это все. Да, с предложением начать организацию раздельного сбора отходов, то есть сделать какие-то шаги. Но в то время, вот 4 года назад, мне ответили, что спасибо, у нас есть программа, которая подразумевает за 2014-2015 год создать 50-60 пунктов приема в Торсырья, подписал замминистра экологии и природных ресурсов. На этом, собственно говоря, дело и закончилось. Никаких 50-60 пунктов приема не появилось на дворе 2017 год. У нас один полигон еле живой, остальные закрыты, новых не появилось. Большая часть мусора, ну где-то, ладно, не больше, одна треть выбрасывается в районах дач, в районах, ну, я вам могу сразу назвать, там, у Ростовки дачи все забиты мусором и, ну, вокруг везде. Это же, ну, как, это же понятно, что он не денется куда-то, он будет вот здесь высыпан. Ну, многие СМИ это связывают с тем, что у действующей городской администрации, которую вот никак сменить не могут. есть определенные интересы у людей, да, которые связаны, так сказать, с определенными видами на свалки, да, вот. Но пора с этой как-то, ну как, вот мое мнение, пора с этой мафией заканчивать. Вот, насколько я знаю, в Новосибирске вопрос, ну, как-то, ну, решается. Предгласили инвестора. Он мусороперерабатывающий, по-моему, завод, да, построил? Полигон. Полигон. Ну, пока не построил, насколько я знаю. Просто в новосибирской ситуации для нас показательно, и на этом опыте мы не можем не учиться. Ну, вот он в двух шагах в Новосибирске. Да, он в двух шагах, то есть, там было заключено концессионное соглашение с инвестором по этому соглашению, недополученную прибыль от деятельности данного полигона инвестор получает от регионального бюджета. То есть, здесь нужно прорабатывать вот эти все пункты, чтобы опять мы не платили, собственно говоря, своими налогами инвестору. Надеюсь, все-таки в 2019 году хотя бы новый полигон заработает, потому что ситуация на самом деле патовая. После октября месяца 2017 года мусор в Омске будет вывозить просто некуда. Некуда? Некуда. И пока я не вижу, чтобы этот вопрос решался в очень сжатые сроки. Как нас заверил Минстрой, этот вопрос... Давайте скажем, что с этого только года это введение региональных властей. Согласен. До этого этим занимался только муниципалитет. Региональные власти, конечно, пытаются сейчас спасти ситуацию, стараются все сделать, чтобы изменить это, но до этого это было введение муниципальной власти, правильно? Совершенно верно. Здесь какая ситуация? Я вот и на выборах мэра говорил, у меня в фейсбуке друг Нил Ушаков, мэр Риги, да? Ну, сейчас он поменял там Акуан, там меняется, но тем не менее я могу спокойно найти это видео. В рабочем порядке человек, спокойно. Этот человек, кстати, борется за, ну, скажем, русский язык, да? Вот нам всегда говорят, тот, там, зачем вы там, это, не надо нам Крым, а надо заниматься своей страной. Ничего не мешает. Это отстаивать интересы русских, русскоязычных граждан и быть технологичным и, можно сказать, ну, цивилизованным западным человеком здесь. Это совершенно не связано у большинства народов. Так вот, Нил Ушаков, который отстаивает и в фейсбуке интересы и русских граждан, но все это супертехнологичный европейский мэр европейской формации в спокойном режиме открывает очередной мини-перерабатывающий завод, понимаете? Там стеклоптара, там пластиковая и так далее. Я вот думаю, ну, а почему мы-то не можем этого? У нас что, законодательство не то? Что, что мы закупорены-то вены-то, почему? Тем более мы здесь, в Омске сейчас, видим, как даже плохенько, ну, работает рынок, да? Пришла там Икея, пришли другие компании, только появляется один в сфере продажи мебели, другой ему конкурент. Здесь-то чего? Здесь почему невозможно с мусором-то разобраться? Я вам более скажу... Почему конкуренции нет? Почему не пускают инвесторов? Ну, законодательная база, в первую очередь, не проработана. То есть, ЕС лучше сделал, да? Власти... Сейчас-то не принято говорить так, но там все-таки это многолетние традиции. Я еще раз говорю, если отбросить там излишнюю поддержку ЛГБТ-сообществ, излишнюю поддержку толерантности, да, что приводит к росту права к настроению. Вот моя программа, там многие омские СМИ там написали, не читайте, кстати, омские сайты на ночь, я вам не советую. Вот, слава богу, большинство моих бабушек и моих зрителей не читают омских сайтов, которые все перепутали. Я говорил о том, что если отбросить излишнюю поддержку европейских мэров вот этих вот направлений, а взять именно их технологичность, их программы по мойке асфальту, развитию инфраструктуры города, деланию газонов, как бы, развитию мусорного этого всего бизнеса. Вот я, вот моя программа, это полностью срисовать с европейского города. Я не понимаю, почему мы с той же Риги не можем срисовать этого. Это в первую очередь вопрос к нашим властям, почему они... А кто их задаст, если не Народный фронт? Почему они придерживаются только одного подхода? Вот мы создадим мусорный полигон, туда будем свозить все отходы, на этом проблема решится. На этом проблема не решится. Даже если создать мусоросортировочные станции и прогнать через них весь мусор, который накапливается в Омске, то полезной фракции они отделят только 10-15 процентов. Мы же с вами понимаем, о чем говорить. Они по умолчанию убыточны. Конечно. Нужно вот эти потоки отходов разделять, разделять именно в местах накопления. Перерабатывать. Перерабатывать. Я вам больше скажу, если посмотреть на морфологический состав твердых коммунальных отходов, то можно понять, что сразу на первоначальном этапе мы можем около 50 процентов отходов выделять в качестве полезной фракции. Это бумага, пластик, стекло. Стекло в принципе можно включить полностью в производственный цикл, начиная от производства первичного, заканчивая его переработкой и не вывозить на полигон. Я хочу вам сказать, что управляющие компании уже сейчас делают это и готовы. Я имею в виду УЮ-центр, компания 6-й микрорайон Мироненко. У них стоят уже блоки, у них стоят уже сеточки. Вот мы складываем. Сетки для пластика, для стекла. То есть управляющие компании, как солдаты, готовы уже это делать. И люди готовы. И люди готовы. Власть не готова организовать элементарно ГО. Власть не готова организовать инфраструктуру. Пожалуйста, создайте условия и бизнес найдется. Найдутся инвесторы, которые вложат в это деньги. И не придется везти в Таврический полигон за 50 километров то же самое стекло или пластик. Все это будет изыматься в местах накопления и будет вестись на переработку. В европейских странах существует в этой отрасли много, большое количество подзаконных актов, которые регламентируют деятельность промышленных предприятий в сфере утилизации отходов, предприятий общественного питания, многоквартирных домов и так далее. Они разделяют эти потоки. Давайте будем откровенны. Вы же изучали опыт немцам. ЕС это в основном немцы, которые свой план всегда выполняют. Сколько они боролись с итальянской мафией и румынской мафией, чтобы навести порядок на этих свалках? На этих свалок. Цыганской в основном. Но они ведь ее победили. Цыганскую мафию победили. Результат есть. Результат положительный. Великобритания в 90-х годах перерабатывала только 7, по-моему, процентов в отходах. Сейчас они перерабатывают около 50%. То есть, два десятилетия прошло, результат есть. Если мы сейчас к этому не придем, если сейчас не будем с этой точки зрения поднимать этот вопрос, то и через 20 лет у нас будет все так же, как есть сейчас. Я надеюсь, что ваш опыт, ваша работа, плюс то, что теперь все-таки региональные власти этим занимаются буквально 4-5 месяцев. До этого муниципальные занимались 20 или 30 лет. Я надеюсь, что все-таки будет решен этот вопрос с применением, скажем, лучшего опыта. Вы знаете, программы, мэры, мэры. Вот мне кажется, тот, кто решит вот эту проблему, мусор перерабатывающий заводы построит, тот будет у нас пожизненным мэром. Я сам буду рассказывать целыми днями, какой он герой. Понимаете? Потому что это уже стыдно, вот это все видеть вокруг. Понимаете? Понимаю вас. Да, ну, к сожалению, время нашей программы ограничено. Мы немножко отступили, лирические моменты. Но я думаю, что мы будем подробно рассказывать о вашей работе, о следующих выездах. Слава богу, что вы есть. Вот когда власть наша, ну, скажем так, поддерживает такие вещи, как общенародный фронт, да? Они естественно смотрятся, они привлекают молодежь. Вот такие вещи должны быть, чтобы власть вот так менялась. Понимаете? На мой взгляд, да. Спасибо большое Герасименко Евгению Викторовичу, активисту Омского народного фронта, за участие в нашей программе. Спасибо вам, что пригласили. Больше квадрокоптеров хороших и разных. Больше нам показывайте. И очень жду, когда вы полетаете в миллионники Омские. Когда вы высветите эту всю проблему. Там вам так легко полетать не дадут. Там будут вас сбивать. Сбивать там будут вас всячески. И чиновники, и ребята вокруг там всякие. Потому что тут вы заденете, это вам не азовская свалка, тут вы заденете интересы очень больших ребят с очень большими деньгами. Ну, очень жду, когда вы совершите этот первый подвиг. Спасибо. Спасибо. Ну, а на этом программа Управдом закончена. Всего доброго и до встречи. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»